Раннее утро. Начало штурма Джобара. О том, что его освобождение не будет легкой задачей, ясно было заранее. А это здание мы уже видели изнутри. Здесь свои. Для того, чтобы происходящее было понятнее, вернемся на два дня назад. Рекогностировка на переднем крае в непосредственной близости от противника. Командиры уточняют действия экипажей и взаимодействующих подразделений на местности. Так, чтобы все участники предстоящего боя досконально знали обстановку не только по карте, а и в реальности. Там, где невозможно показать объект, тут же сооружается уточняющий макет местности. Расположение известных огневых точек противника, снаружи его опорного пункта и в глубине направления движения и огневых ударов своих войск, все это необходимо знать в подробностях. Подводятся итоги с окончательной конкретизацией задачи. В результате, каждый из участников операции понимает общий замысел боя и действия его соседей. Это позволяет исключить во время боя любые недоразумения и чувствовать рядом плечо товарища, даже не видя его. Продолжилась рекогностировка на той стороне. По захваченному у боевиков тоннелю, группа выдвигается почти в расположении террористов. В здание, являющееся авангардом среди вражеских укреплений. Здесь, на расстоянии 20 метров от позиции террористов, Особенно хорошо понимается вся сложность предстоящей задачи. Скорбным напоминанием об укрепленности Джобара являются два сгоревших танка, стоящих здесь более полугода, с первой попытки освобождения района. За все это время так и не появилась возможность вывезти их, так как дорога находится под пристальным наблюдением противотанковых расчетов боевиков. Танкам и пехоте предстоит перейти именно эту коварную дорогу. Опасно, тяжело, но очищать район от бандитов нужно. Сложность наступления на Джобар состоит как в том, что в нем, выгнав жителей, обосновались элитные, хорошо подготовленные и вооруженные подразделения Аль-Каиды, так и в особенностях его застройки. Джобар – это большое скопление разновысотных зданий, что затрудняет применение авиации и артиллерии. Во многие потенциальные цели можно попасть, лишь стреляя с дистанции 10-20 метров. Дополнительная сложность – очень узкие улочки, затрудняющие использование бронетехники. В таких условиях ясно, что освобождение от Джобара будет долгой и кропотливой работой, с ожесточенной борьбой за каждое здание. Большинство домов превращено террористами в укрепления, и выяснить, есть ли в них враги, а также их численность и вооружение, можно будет лишь во время боя. Артиллерия и авиация, если и смогут помочь, то лишь на начальном этапе операции. Первыми серьезными пунктами обороны бандитов являются здание профсоюза учителей, называемое в народе учительской башней, и большой комплекс зданий колледжа информационных технологий, возле которого также стоят подбитые ранее БМП. Учительская башня – массивное высотное здание, позволяющее контролировать прилегающую местность. Очень прочная конструкция не позволяет добиться значительных результатов ударами с воздуха и издалека. Во время артударов боевики спускаются на нижние этажи, прикрытые соседними домами, и после вновь возобновляют обстрел соседних районов и наблюдения за местностью. Штурм Джобера начинается. Танки выходят на огневые позиции. По узким извилистым улочкам каждый из них движется на указанное ему место. Танки выходят на огневые позиции. Артиллерия, авиация и танки начинают подготовку к атаке. Цель. Непартots. Крестоза. Пола. Пола. Магазь. Пола. Танки. Пола. Пола. Войну. Сделав выстрел, танк сразу уходит с линии огня. Меняет свою позицию шилка. 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 Меняет свою позицию шилку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Огонь танков и артиллерия постоянно корректируется с наблюдательных пунктов. На каждую вновь обнаруженную цель немедленно наводится орудие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Артподготовка подходит к концу. Участвовавшие в ней танки уходят на загрузку боеприпасов. И сразу же другие ринулись в разведку боя, выявляя неуничтоженные огневые точки террористов и добивая их. Субтитры сделал DimaTorzok Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надышин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.